Пумаша, всем привет! Рома, Пумаша, всем привет! А мы собираемся в поликлинику идти. Мы с Ромчиком болеем уже третью неделю. Вот сегодня у нас очередной поход. Пойдем сдавать кровь. Сегодня ночью вообще очень плохо спали. У него сопли, кашель. Температура у нас нет. Ну вот, что-то никак не проходит. Хотя врач говорит, что в легких у него все чисто. Не знаю, сдадим анализы, посмотрим, что это такое. И хочется как-то уже побыстрее выздороветь. Если честно, болеть уже надоело. Да? Целуем вам. Мы подходим к нашей поликлинике. И знаете, все время то, что меня пугает, это оставлять коляску на улице. Туда вовнутрь с коляской нельзя. Поэтому идем туда, нас нет примерно полчаса. И потом выходишь и думаешь, на месте твоя коляска или нет. Покажи пальчик, который болит. Вот. Наша коляска на месте. Это очень радует. Ром. Рома, иди сюда. Иди сюда. Где птички? Гули-гули, где? Кажи, мальчик. Рома, иди сюда. Иди сюда. Рома, иди сюда. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. что происходит. В итоге я его достала из кроватки, пыталась как-то успокоить, укачать, и его просто начало резко рвать. Его вырвало раз шесть, я испугалась, у меня вообще в первый раз такое, и пришлось вызвать скорую. Скорая приехала вообще на удивление через пять минут. Я даже удивилась, кто-то позвонил в домофон, и, оказывается, скорая приехала. Я не ожидала, что она так быстро приедет, потому что по нашему району ходят слухи, что скорая едет очень долго. Нам в этот раз повезло, в общем, скорая приехала, померили температуру, посмотрели, и есть подозрение, что это кишечная инфекция. А у нас у самих, у меня три недели назад были подобные симптомы, и у папы потом через неделю, вот еще через неделю у Рому. Хотя мы тут уже и мыли с хлоркой всю квартиру, в итоге не помогло, видимо, это уже давно где-то сидело, и вот только сейчас показалось наружу. В общем, скорая сделала вывод, что нас нужно везти в больницу. Повезли нас в больницу во Всеволожск, и врач мне посоветовал взять с собой побольше пакетов, потому что в машине может произойти опять то же самое. В итоге мы приехали во Всеволожскую больницу, нас повезли туда, потому что в нашей районной больнице нет инфекциониста. Ну, я думаю, что разницы особо никакой нет, потому что по времени, наверное, ехать одинаково. Мы ехали в больницу полчаса, и Рома у меня на руках уснул вскоре, и все было нормально, он просто проспал всю дорогу. Мы приехали туда, нас посмотрел врач, и в итоге кишечная инфекция. Мы там сдали анализы, и вот врач сказала, что не хочет оставлять нас в больнице, потому что в инфекционном детском отделении очень много детей с сыпьями, с разными, и не хватало, чтобы мы еще там сыпь какой-нибудь подцепили, поэтому она выписала нам кучу всяких лекарств и отправила домой. Время, наверное, было где-то пять часов вечера, я вызываю такси и прошу такси с детским креслом, обязательно с детским креслом. Через три минуты машина уже подъезжает, мы выходим, водитель открывает нам дверь, детского кресла нет. Я говорю, а где детское кресло? Он такой, ну так вы же сказали, что в детское кресло необязательно, и оно сломалось. Я говорю, ну ладно, что ж теперь, поехали без детского кресла. Выбора у нас уже не было, папу ждать еще три часа с работы нам не хотелось, там в инфекционном отделении вообще лишний раз лучше не находиться. Поэтому мы поехали на такси, в общем, привез у нас все в порядке, и вечером более-менее Ромчик отошел, ему стало получше. Мы тут занялись генеральной уборкой, снова все мыли-намывали, и вот его отпаиваем регидроном. У него там какие-то кишечные еще порошки для того, чтобы убить эту инфекцию, палочку или что-то. В общем, вот такой. Вчера у нас был веселый день, а все так хорошо начиналось. Ребенок прекрасно себя с утра чувствовал, сходили, сдали кровь, пришли, и все было в порядке. И просто в один момент, мгновенно, началась вот вся эта история. Я, если честно, очень перепугалась, потому что мы вообще, в принципе-то, заболели первый раз, и вот так болеем очень долго, и врач сказала, что вот мы так долго не можем выздороветь на фоне вот этой присоединившейся кишечной инфекции к нашему ринофаренгиту, как оказалось. Хотя наш участковый педиатр вообще про диагноз ничего не сказала, мы просто пили то, что нам было прописано. Оказывается, ринофаренгит. Но сегодня уже гораздо лучше, и он себя чувствует лучше. И удивительно, что и сопли уже проходят, и кашляет он уже не так сильно, то есть как бы сразу пошло на улучшение. Я надеюсь, что все будет хорошо, и следующий влог, как и планировалось, будет позитивным.